Всем привет! Сегодня мы будем рисовать новогоднего пингвинчика. Итак, поехали! Возьмем типс. На палитру я уже нанесла нужные мне цвета ярко-голубой, черный, коричневый, красный, желтый и белый. Еще нам понадобится топ для растушевки и белая гель-паста. Для начала мы перекроем наш типс двумя слоями белого гель-лака. Чаще всего под рисунки я использую именно белый гель-лак, потому что на нем все рисунки выглядят четкими и яркими. Покрыли двумя слоями белого гель-лака, сняли липкий слой для того, чтобы наши гель-лаки не растекались по нему и начинаем рисовать. Первое, что мы делаем, это рисуем шарфик. Рисуем небольшую дугу. Обратите, пожалуйста, внимание, все линии у нас изогнутые, чтобы добавить нашему рисунку объема. И прорисовываем хвостик от шарфика. Сушим в лампе. Берем черный гель-лак и намечаем для начала полусухой кистью, где будет наша головка. В этом рисунке голова у пингвина достаточно большая, поэтому мы размечаем, намечаем голову, далее закрашиваем серединку и чуть-чуть расширяем ее для того, чтобы в этом месте потом нарисовать клювик нашего пингвинчика. Закрашиваем оставшееся черным, оставляя для глаз белые полукруги. С одной стороны прорисовываем только кусочек тела, а с другой стороны рисуем тело полностью. Когда будете рисовать данный дизайн, постарайтесь, чтобы пингвинчик выглядел пухленьким. Так он будет смотреться милее. Просушили в лампе. Потом я смешиваю желтый гель-лак с красным для получения оранжевого. Этим цветом я рисую лапки и клюв. Лучше всего именно смешать оранжевый, потому что если вы возьмете готовый оранжевый, он будет слишком яркий и не такой естественный. Красным гель-лаком сверху рисуем шапочку нашему пингвину. Просушиваем. Теперь берем коричневый гель-лак и рисуем рожки. Если у вас коричневый гель-лак такой же жидкий, как у меня, можно делать промежуточные просушки. Просушиваем в лампе. Вот уже готова заготовка для нашего рисунка. Теперь добавляем тени. Я провожу линию черным гель-лаком и потом просто растушевываю топом, чтобы одна часть пузика у меня была темнее, а к шарфу все было светлее и светлее. Просушиваем. Теперь белым гель-лаком рисуем узор в нашем шарфике. Снизу намечаем, где шарфик переходит. Нарисовали ромбики, а один ромбик у нас будет как бы спрятан наполовинку. Это придаст нашему рисунку более реалистичный вид. Когда будем рисовать полосочки, их мы рисуем тоже изогнутыми. Ставим точечки по периметру. Сушим в лампе. Теперь переходим к обводке. Обводим черный гель красочкой. Можно, конечно, и гель-лаком, но гель-лак слишком жидкий, и он не будет держать такие тонкие линии. Поэтому я обвожу черный гель краской. Всегда начинайте сверху вниз, если вы обводите контур у вашего рисунка. Так у вас будет меньше возможности вляпаться рукой в уже нарисованное вами. Спасибо. Спасибо. Последнее делаем глазки. Это такие, как бы две запятые. Ничего сложного тут нет. Наш пингвин как будто бы жмурится. Просушиваем. Далее покрываем топом с выравниванием. Я уже рассказывала в своих предыдущих видео, как это делать. Сначала покрываете полностью топом, потом берете каплю и распределяете ее. Просушиваем. Снимаем липкий слой. Гель-пастой добавляем объемы нашему рисунку, рисуя снежок. На шарфике, на рожках и немного на самом пингвинчике. Ну и конечно же, для создания зимней атмосферы, я решила этой же гель-пастой добавить снежинки на фоне. Я рисую их специально разных размеров. Маленькие, большие и чтобы они были объемными. Поэтому я и взяла гель-пасту. Она хорошо держит объем. Наш дизайн готов. Вот такой красивый новогодний пингвин у нас получился. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Таня Бестнейл. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok